В Шеринском районе назревает скандал. Жители поселков Комунар и Ефремкина все больше настораживает соседство с золотодобытчиками. Весной Комунаровский рудник уже был замечен в загрязнении окружающей среды. Тогда опасные воды из отстойников попали в местную реку. По мнению рыбаков, последствия ощущаются до сих пор. Несмотря на это, предприятие готовится к расширению. Тему продолжит Ольга Стельмах. Ни снег, ни мороз, ни даже штормовой ветер не способны остановить работы на этом карьере. Как и твёрдое намерение Комунаровского рудника как можно быстрее расширить своё производство. Этой искусственной дамбы ещё несколько месяцев назад не было. Теперь высокой стеной она окружает огромный участок земли. Вскоре его заполнят опасными отходами. Производство готовится к серьёзной перезагрузке. Это и пугает жителей окрестных сёл. Оправданы ли опасения жителей? Нет, нет. Там всё законно. А что за работы ведутся? Пошлите, вот вам всё покажем на карте. Ну там же видно, что это расширение идёт. Ну конечно, это вторая очередь, хвостохранилище. Это всё у нас законно мы делаем. Все бумаги есть. Пошлите, мы вам всё покажем. Чистоту и прозрачность работы руководство рудника гарантирует только на словах. Обещанных разрешительных документов, как и официального комментария, наша съёмочная группа так и не получила. А воспоминания, как может обернуться беспечность на производстве, свежи. Весной 2021 года на Комунаровском руднике подмыло дамбу. Техническая вода из искусственных бассейнов вытекала через промойну. Тогда же в реке Белый Юс, ниже по течению, в районе села Ефремкино, произошёл массовый мор Хариуса. По заключению специалистов Минприроды, предельно допустимая концентрация меди в воде была превышена в 30 раз. Цинка – почти в три раза. Жителям Ширинского района советовали временно не использовать воду из реки даже в технических целях. И последствия разлива до сих пор, уверяют люди, чувствуются. Рыбы до сих пор нету. Практически, можно сказать, как выше дамбы есть рыба, а здесь уже почему-то нету. Когда произойдёт расширение, неизвестно. Предприятие готовится к запуску третьей очереди – золотоизвлекательной фабрики. С ней объём переработки руды в Комунаре вырастет вдвое – с 4 до 8 тонн в сутки. Для этого и увеличивают площадь и высоту отстойников. Сколько воды будет, если прорвет, ну прорвет, оно же намывное. Комунаровский рудник – в посёлке единственное крупное предприятие. Почти каждая семья так или иначе связана с добычей золота. Правда, жители, несмотря на это, скептически относятся к такому заработку. Зарплата то 0,3, то 0,7, то 0,8. А где эта зарплата? Ну, в руднике. Золотых гор мы вообще не видим. Вот снимите, какая ёлка у нас, например, позорная. Ни на чё нету денег. Это кошмар. Ни нормальных дорог, ни детских площадок. Параллельно с развитием рудника сам коммунар в последние годы приходит в упадок. О золотой жиле в посёлке внешне уже давно ничего не напоминает. В те времена здесь было 4 тысячи народу рабочего. Но сейчас столько нет. Чего хорошего нет? Это принято, не подготовили. Езжает. Потому что у нас в доме даже две квартиры пустые стоят. Потому что не никто это самый. Чужих много стало. Но это все, как я понял, что это вахтовики. Законно ли коммунаровский рудник расширяет границы отстойников и какую опасность может нести в себе подобная производственная перестройка? Официальные запросы мы отправили сразу в два ведомства. Росприроднадзор и Ростехнадзор. И готовы озвучить результаты сразу, как получим ответы. Ольга Сельмах, Антон Новожилов, Вести Хакасия.